Хранение, сбыт, употребление. Сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса признали сегодня виновную 30-летнюю многодетную мать, зарабатывающую на жизнь, как доказала сторона обвинения, совсем незаконными способами. Ее задержали с поличным при контрольной закупке. Она продала полицейским наркотические средства. Трое детей. Младшей дочери всего 8 месяцев от криминального бизнеса ее не остановили. Причем до этого женщину уже задерживали за подобные преступления. Но с учетом находящихся на иждивении малолетних детей, наказание было не жестким. Что решил суд на этот раз, знает Алина Мусина. Не хочу тебя принять внимание. Снимайте, пожалуйста. У меня трое детей. Вы че? Хрупкая, с милыми косичками и в гольфах образ беззащитной и заботливой многодетной мамы не стыкуется с материалами уголовного дела. Согласно нему, девушка, находясь на испытательном сроке захоронения и распространения наркотиков, вновь совершила преступление. В феврале, во время контрольной закупки, у нее изъяли 4 свертка с запрещенными веществами и 2 медицинских шприца. Походу, она нужна пояснена, что принадлежит ей предназначено для личного потребления. Подсудимая наркозависимая со стажем употребляет с 2003 года. Но следствие доказало, изъятое было приготовлено для продажи. Больше шансов многодетной маме не дали. Рецидив надолго лишил ее свободы. Решение свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев создавания наказания с правительной колонии в общего режима. После оглашения приговора прямо в зале суда девушку взяли под стражу. Ее мольбы обойтись без наручников конвой оставил без внимания. Решили в суде и судьбу 8-месячной дочери осужденной. Так как мать надолго отправилась за решетку, а отец неизвестен. Ребенком займутся органы опеки. Что касается двух остальных детей, их воспитание ляжет на плечи бывшей свекрови. Алина Мусина, Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Вызов 112.